Сейчас я сделаю подборку тем, по которым мы будем общаться. Кто меня не знает, меня зовут Роман Короловский. Я практикую дыхательные техники, медитации. Медитации, пранаямы, немножко практика из йоги. Так, мне нужно написать тему. Первое – внимание, концентрация, второе – медитация и выход в состояние самадхи. Третье – намерение и работа с состояниями. Как видите, я уже достаточно серьезно взялся за эту тему. Четвертое – четвертое, четвертое, четвертое. Ладно, придет в потоке. Не буду натягивать, вытягивать. Сегодня сделаем три темы. Это тема внимания, концентрация внимания, зачем это нужно. А, ну и еще четвертое пришло – энергетические практики. Энергетические практики. В чем подвох? Зачем ими нужно заниматься? И какие подводные камни происходят на этом пути? Занятия энергетическими практиками. Что это не лажи, что это не глюки? Я достаточно скептически отношусь к этим всяким шизотеричным направлениям. Многие думают, что когда ты изменишь питание, тебе сразу настигает просветление, ты меняешься, и у тебя все становится ништяк. Это далеко не так. У многих людей портится здоровье, портится психика, слетает состояние важное. И, в общем, люди портятся, поменяв питание. Это факт. Энергетические практики – четвертая тема. И здесь нужно очень точно сказать, что есть методы, методы, скажем так, лифта или повышения уровня энергетики. И удержание повышенного уровня. И также есть такое понятие, как емкость энергетики человека. Емкость энергетического уровня. То есть, если ваша емкость мала, то вы будете накачиваться, делать практики, медитации, заниматься йогой, и вы все равно не достигнете нужного эффекта и крутых перемен в жизни. То есть, вы будете болтаться на каком-то уровне. Но давайте мы начнем с первой темы. Это внимание, концентрация внимания. Видите, у меня тут такая полоска. Полоска – это называется очелье. Я эту штуку ношу частенько. Иногда снимаю, когда дома, когда один. Но когда я работаю с людьми, когда я работаю с чем-то, на чем нужно концентрировать внимание и долго удерживать фокус своего внимания, концентрацию, то я одеваю это очелье. Это не простая штука, это не фетиш. Эти узоры, рисунки не означают, что я там славянин, там еще какие-то там культуры славянские поддерживаю. Нет, это вообще не про это. Я не занимаюсь этой чепухой. На самом деле, это рисунок просто как фетиш, так, чтобы было прикольно, красиво, может быть, как-то, чтобы не просто какая-то тряпка или полоска была, а чтобы это еще было вот переливаться, видите, на свету. То есть, это мой любимый рисунок. И эти, это очелье можно заказать на сайте оргоника.ру. Эти очелье делает Филипп, мой очень хороший друг, и он очень много знает по теме физики и биоэнергетики. Ну, так ладно. Вообще может выступать любая полоска, если вы чем-то занимаетесь, какой-то творческой работой, которая требует концентрации вашего внимания, то вам необходимо будет просто какую-то штуку сюда привязать или одеть шапку, которая будет немножко стягивать вот эту часть головы. Вот. Но именно эта полоска, она непростая. Именно эта очелье, она... С другой стороны, там ткань оборонного назначения, она металлическая, и она немножко экранирует мозг. Ну, как экран, как защита, потому что вокруг нас очень много разных волн, Wi-Fi, сотовая сеть, там еще какие-то рации, там все что угодно нас пронизывают, особенно если вы живете в Москве. Москва – это вообще большая микроволновая печь, поэтому если мы не видим излучения, это не значит, что этих излучений нет. И вот эти методы защиты, они хоть и такие... Конечно, ты не в скафандришь будешь жить, да, но они немножко преобразуют. То есть вот эта металлическая полоска, да, или очелья, или металлический обруч – это просто один из способов преобразовать эти частоты так, чтобы немножко себя хоть как-то обезопасить. Ну, и плюс – это концентрация внимания. Почему первая тема – это внимание? Вообще у нас очень много разных вещей и моментов, которые забирают наше внимание на себя. Очень-очень много. Это интернет, это соцсети, это дети, это работа, это какие-то головники, это какие-то тревоги, это какие-то непонятные мысли в голове, от которых не можешь избавиться. Вот это всё жрёт наше драгоценное внимание, которое очень важно. Дело в том, что наше внимание – это то, на чём мы концентрируем своё сознание в данный момент. И на этой точке концентрации нашего сознания туда концентрируется наша жизненная сила. То есть мы люди, мы состоим из мяса, у нас есть эмоции, у нас есть сознание, у нас есть энергетика, да, жизненная сила, которая позволяет нам жить. Как только жизненная сила уходит из нас, просто человек умирает. Всё, и душа уходит куда-то либо вверх, либо вниз. Ну, так вот, вот наше внимание – это свойство нашего сознания, на чём-то концентрироваться. И вот представьте, на чём вы концентрируете чаще всего, туда ваша жизненная энергетика, туда уходит, в эти направления, скажем так. А если хорошенько так разобраться, то физическая, то есть материя – это, по сути, концентрированная энергия. И здесь получается такая тема, что то, на чём мы концентрируем своё внимание, по сути, мы создаём эти события, мы создаём свои концентрации, определённые, там, линейку событий своей жизни. И проходим по этой линейке событий. Например, если, вот, да, я написал вот эти вот четыре пункта, да, о чём мы будем говорить. Первое – это внимание. Второе – медитация, состояние самадхи, восьмая ступень йоги. Третье – это намерение работы в состоянии. Четвёртое – это энергетические практики, методы повышения и так далее. Вот, это те темы, те пункты, по которым сегодня в этом видео пройдёт моё сознание, да, и я через своё сознание передам эту информацию вам. Вот и всё. То есть мы вот по этим темам идём. То есть мы будем концентрироваться только на этих четырёх темах сегодня. Я надеюсь, что это получится недолго. Хотя очень хорошо разгоняет. Так вот, то, на чём мы концентрируем своё сознание, мы на этом концентрируем свою энергию. И если у вас достаточно большой энергетический потенциал, у вас много силы, жизненной силы, вы здоровы, ваша физиология крепкая, у вас много энергии, жизненной силы, вы вообще хорошо себя чувствуете, и у вас, значит, в вашей жизни будет реализовываться и происходить то, что вам нужно, гораздо быстрее и более качественно, нежели чем у человека, который энергетически обесточен, да, у него нет энергетики, либо её мало. А средний житель мегаполиса, он по-любому обесточен. Это я вам говорю, как человек, к которому приходит каждую неделю по 100-150 людей за энергией, по сути. То, что я даю через дыхательные практики, это люди повышают свою энергетику. Статистика показывает, что люди сейчас обесточены, очень мало жизненной силы, её нужно где-то брать, её не хватает, хочется много, но на это много нужны ресурсы. Самый важный ресурс – это ваше внимание. Свойство концентрации вашего сознания на том, что вы хотите. Если вы этого не умеете делать, то ваше внимание захвачено какими-то сторонними сервисами, какими-то сторонними вещами, какими-то думками, мыслями, страхами, соответственно, вы теряете очень большое количество ресурсов и жизненной силы. Так вот, для концентрации внимания есть несколько фишек для того, чтобы отвоевать у внешних факторов своё же внимание, потому что они забирают на себя. Первое – это такое отчелье, я уже сказал, где взять. Оргоника, оргоника.ру, заходите и заказывайте. Второе – это практики на то, чтобы концентрировать своё внимание и на то, чтобы его усиливать, концентрацию внимания усиливать. Это важно. То есть, это всё наработки. Если вы эти практики не делаете, не занимаетесь своим вниманием, то, соответственно, оно само по себе не произойдёт. Очень хорошо тренировать своё внимание – это нарисовать точку или зажечь свечку и на неё смотреть минут 10, 15, 20, 30, 40, час. Да, вы смотрите на точку, и вы мыслями только на этой точке либо на свечке находитесь. Тогда это будет работать. В своё время я очень много времени потратил. Как-то давно я зашёл в эти темы и до сих пор на них нахожусь. И мне это очень интересно. Но в своё время я очень много сил и внимания, энергии потратил на то, чтобы усилить свою концентрацию внимания. Соответственно, поэтому у меня и всё и происходит, то, как мне нужно. Но не совсем качает, конечно же, как и всех. Но в основном, да, так и есть. То, что мне нужно, я получаю, по сути. Но смотрите, тут в чём фишка. Внимание тренировать нужно постоянно, потому что, как только ты бросаешь тренировку, это как с телом то же самое. Ты ходишь на тренажёры, ты качаешь свои мышцы, ты делаешь тело, тело в форме поддерживается. Как только ты это бросаешь, тело начинает заплывать, либо оно начинает слабеть. Внимание – это то же самое. Внимание – это мускул нашего сознания. От нашего внимания зависит свойство памяти. То есть, если вас хорошо с концентрацией, вы можете хорошо концентрироваться на прошлых событиях. Вы можете концентрироваться на будущих событиях. Теперь, что касается тренировки. Первое – это свеча, это фокусировка внимания. Второе – это расфокусировка. То есть, если вы посмотрите сейчас на воздух перед собой, либо посмотрите куда-то вдаль за стенку, то ваше внимание расфокусируется. То есть, задача его не фокусировать ни на чем. Ни на каких объектах, ни на каких мыслях и так далее. Просто, чтобы все расплывалось, и ты никуда не смотрел или смотрел никуда. То есть, первая фаза – это фокусировка внимания. Вторая фаза – это расфокусировка. И ты таким образом качаешь свое внимание. Это то же самое, как тренировать зрение. Фокусируешься на ближнем объекте, потом фокусируешься на дальнем объекте. Ближний, дальний, ближний, дальний, ближний, дальний. И мышцы, которые держат этот кристаллик, они начинают раскачиваться и тренироваться. То есть, мышцы, которые находятся на глазных яблоках. И у вас зрение тренируется. С вниманием то же самое. Это фокусировка, расфокусировка. Фокус, расфокус. Фокус, расфокус. И погнали. Это свеча. Есть еще другие методы. Но они будут чуть посложнее. То есть, смысл в том, чтобы усилить свою концентрацию внимания до того, чтобы вы могли держать на объекте минут 40 и ни о чем не думать. Это сложно сделать. До этого нужно доходить. Но без наработки это сразу не получается. Это тяжело. Начинать нужно с 10 минут. Прямо сегодня можете зажечь свечу или нарисовать точку и посмотреть на эту точку минут 10, пока не прозвенит таймер. С этого начинается тренировка концентрации внимания. Кстати, память улучшается. Улучшается коммуникация с людьми, потому что ты более сфокусирован на том, что ты говоришь. Ты более сфокусирован на деле. Ты более сфокусирован на процессе, который ты ведешь. И, естественно, это дает больше КПД в этой жизни. Следующий момент – это медитация и состояние самадхи. Это очень интересная штука. Дело в том, что в 2014 году я получил способность или возможность выходить в эти состояния потоковые. И это очень-очень крутое и важное свойство, которое я приобрел за последние где-то лет 10. То есть это конкретно возможность изменять свое физическое ощущение, состояние практически до состояния чистого кайфа. То есть многие люди употребляют всякую хрень для того, чтобы познать какие-то кайфовые состояния. Мне этого не нужно, и я могу через медитацию познавать вот эти классные, очень, не знаю, кайфовые, очень высокоэнергетические состояния. То есть это круто, потому что можно через дыхательные практики достигать этих состояний. Да, но все-таки это костыли. Я могу напрямую входить в это состояние, выходить и передавать другим людям на расстояние даже. То есть я могу изменять состояние других людей, естественно, тех людей, которые со мной в контакте, или в коннекте, либо в рапорте. По воле этих людей, против воли я этого не могу делать. И мое состояние меняется, меняется состояние ученика, с которым я работаю. Это круто, это даже способность определенная. И дело в том, что это высокодуховное состояние, и эти состояния относятся к одному из видов состояния самадхи. Можете погуглить, кто не знает, что это такое. И здесь очень интересная штука. Это, во-первых, это канал, который открыт. То есть может происходить набор энергетики через канал сверху. Ты набираешь энергетику, жизненную силу, не прибегая к каким-то мантрам, молитвам, к каким-то дыхательным практикам, к спортивным тренировкам. Тебе этого не нужно делать. То есть ты через медитацию набираешь эти состояния, этот вид энергетики. И это позволяет еще обнуляться. То есть у нас есть свойства сознания. Мы можем разгонять себя, но не можем тормозить. И нужно уметь еще, мало того, что разгонять свои мозги, разгонять свои скорости, нужно еще уметь тормозить свои скорости и успокаиваться. Успокаиваться и доводить ум до полной остановки. То есть если вы занимаетесь духовным развитием, если вы занимаетесь какими-то практиками, если вы хотите большего, чем просто материя, материальная там какая-то реальность, если вам нужно нечто большее, чем просто бабло, и то, к чему люди в этой жизни привыкли, какие-то потребности свои базовые закрыли и все на том. Если вам этого мало, то вы должны очень хорошо и четко управлять своим умственным состоянием, своими свойствами ума, что ли, своими тараканами в голове, на крайняк, вы должны с ними очень хорошо строить и управлять своим умом. Что это значит? Вы можете разгонять скорость восприятия, вы можете разгонять скорость своего ума до нужных скоростей, потому что, скажем так, успешные, энергичные люди, у них очень высокие скорости мышления. Да, и с тем же успехом вы должны уметь останавливать свой ум, тормозить его до точки ноль. То есть это остановка внутреннего диалога. Соответственно, для того, чтобы этого достигнуть, необходимо работать именно с медитациями. То есть очень много разных медитаций, очень много людей медитируют, но эти медитации – это духовная мастурбация. То есть это, по сути, ничего не дает. То есть просто ты сел, если слушаешь свое дыхание или свои ощущения, это просто тебе хорошо на момент медитации. Когда ты из медитации выходишь в этот агрессивный и жестокий мир, условно говоря, где люди борются за выживание, то твоей медитации не останется и следа. То есть ты медитируешь только где-то в йога-классах или дома. Но как только ты выходишь, соприкасаешься с этой действительностью, то наработки очень сложно удержать. То есть те состояния, которые ты получаешь в медитации, их нужно еще уметь держать. Если ты не держишь, то грош цена твоей медитацией. Это бесполезная вещь. Только для успокоения ума и на тот момент, когда ты один. Но здесь очень важный момент. Это то, чтобы уметь держать высокодуховное состояние, медитативное состояние в любых условиях, абсолютно в любых. Независимо от того, где ты находишься и с кем ты общаешься. Это реально сложно. Это реально духовный путь, который нужно уметь проходить, идти, держать и осознавать, что это происходит. Так вот, я познал вот эту форму медитации, входа в состояние самадхи, и это позволяет мне держать состояние в этом агрессивном, жестком мире борьбы, в котором все борются. Это с виду люди твори добро, люби весь мир. На самом деле люди в основной части, в основном своем большинстве борются за выживание. То есть выживательная способность, она очень важна в этом мире. То есть залог успеха – это то, как ты умеешь держаться в этом мире, и то, насколько ты можешь стоять за свое, насколько ты можешь уметь захватить еще что-то, как мужчина, он должен экспансироваться и расширяться. То есть развиваться и раскачиваться, и увеличиваться, захватывать. Это путь мужчины. Это нормально. А путь женщины – это адаптироваться и принимать. То есть это тоже два разных пути. Кстати, за эту тему запишу. Путь мужчины – это путь женщины. Эти пути разные, чтобы было понятно. Это очень важно понимать. Разницу мужского пути и женского абсолютно разные. Так вот, через медитации нужно уметь набирать определенное состояние, устойчивое. Эти состояния имеют… То есть вообще есть два критерия медитации, чтобы было понятно, как это происходит. Первый критерий – это точка входа в состояние. Второй критерий – это глубина входа. Ладно, еще третий можно придумать критерий. Это удержание состояния дальше, после медитации. Время удержания состояния, устойчивости, стабильности его. То есть если эти три критерия не соблюдаются, то это не медитация, это духовная мастурбация. Так вот, первое – точка входа в состояние. Это когда ты сидишь, ты расслаблен, и у тебя начинает меняться твое ощущение в теле. То есть это либо какие-то ощущения идут по рукам, руки тяжелеют, наливаются каким-то теплом. Либо ощущение в ногах, либо ощущение в области третьего глаза межброви, либо ощущение в области макушки, когда запускается канал. Ну то есть у нас есть еще определенные зоны, чакры, точки. Еще можно почувствовать эти ощущения в каких-то чакрах, в каких-то точках в теле. Но это явное ощущение, это не галлюцинация, нужно прямо четко это зафиксировать. Это точка входа, когда ты сидишь ничего, потом бах и началось. Первая точка входа включилась в состояние, дальше уже идет глубина входа. То есть твое тело должно полностью заполниться другим ощущением. То есть если ты сидел, у тебя одно состояние, потом через минут 15 у тебя совершенно другое состояние всего тела полностью. Это глубина входа. И глубина входа, она может достигать до того ощущения, что у тебя тело исчезает и тебя не существует. То есть у тебя останавливается ум, ты видишь свет и границы тела ты не чувствуешь. Ну и момент удержания, третий параметр, сделаем третий параметр, это то, насколько ты можешь надолго удерживать это состояние. То есть ты вышел на уровень и держишь. Вот эти три параметра, это конкретно работа с состоянием. Если этого не происходит, то это самообман. Дальше идем. Надеюсь, понятно объяснил. Третий пункт это намерение и работа с состояниями. Дальше. Зачем это все медитация? Ну набрал ты состояние, потому что необходимо знать, зачем ты это делаешь. То есть если вы не знаете, зачем вы делаете медитацию, если вы не понимаете, зачем нужно делать концентрацию, вообще зачем этим всем заниматься, то лучше сюда не лезть, потому что не на том сконцентрированное внимание может привести к каким-то событиям, которые вы не хотели в этой жизни, в своей жизни, чтобы они произошли. Могут быть погрешности. Ты хотел одно, получил другое, ты получил уже от этого отмазаться, отказаться уже не получается. Уже принимать приходится то, что произошло само. То есть если бесконтрольно занимаешься энергетическими практиками, то может навалить так, что потом будешь думать, лучше бы ими вообще не начинали заниматься. Для того, чтобы управлять намерением, это управление событиями, необходимо уметь удерживать нужное состояние длительное количество времени. Это день, неделя, две недели, месяц, три месяца. Но для того, чтобы у вас произошло что-то в вашей жизни реально кардинальное, для того, чтобы вы увидели это в реальности и в материи, да, вам необходимо будет уметь держать определенное одно какое-то состояние долго. Это прям архиважно. То есть если вы сегодня помедитировали на удачу и на то, чтобы у вас привалило денег побольше, а завтра вы уже забыли про это, у вас ничего не произойдет. То есть вам нужно будет уметь держать это состояние неделю, две, три, четыре упорно. Состояние должно быть на уровне физики. Это тоже нужно правильно делать. И тогда на какой-то из недель, да, в зависимости от ваших возможностей, да, и где вы находитесь, тогда уже через какое-то количество времени ваше состояние через излучение, через резонанс приведет нужное событие, приведет вас на нужное событие, и вы создадите этот инцидент, который вам там приведет или привнесет там, или создаст нужную ситуацию, в которой у вас будет много денег, да, или там, что вы хотите, да, или отношения, или там какой-то нужный человек, или какое-то событие. То есть вы, по сути, события притягиваете по резонансу. То, в каком вы состоянии находитесь, это состояние по резонансу притягивает эти события, этих людей, эти неудачи, эти удачи там и так далее. Почему мыслить позитивно важны? Потому что на позитиве концентрируется ваше сознание, ваше сознание концентрирует на позитиве вашу жизненную силу, и это позитивное с вами случается. Если вы фокусируете ваше сознание на негативе, вы концентрируете свою жизненную силу на негативе, и это с вами тоже случается. Соответственно, очень полезно для здоровья это фокусировка на плюсе, на хорошем состоянии. А уже намерение и работа с состояниями – это уже целенаправленное создание нужного состояния и удержание на нем внимания и удержание этого состояния дальше определенного количества времени. Вот это важный момент. Потому что если вы можете концентрировать свое внимание на чем-то, но вы не можете держать состояние, то ваше внимание может зафиксироваться на чем-то стороннем, не вашем. И вы будете просто сбрасывать энергетику свою на какие-то левые вещи, на ненужные события, на ненужные новостные информационные каналы, на вампирах, которые замыкают на себя ваше внимание, вашу энергетику. Вы туда можете сбрасывать это на определенное количество своей жизненной силы и так далее. То есть нужно понимать, что за свое внимание, за свое собственное внимание необходимо вести борьбу каждый день. Это прям железно будет. Ну то есть без вариантов. То есть ваше внимание всегда будет бомбардироваться внешним миром, корпорациями, вампирами, людьми, у которых нет энергии, которые с собой не занимаются, они ее щипают у других людей, более энергичные те, которые занимаются собой. И всем чем можно, вплоть до родовых каких-то блоков, до детских травм, которые будут на себя тянуть ваше внимание, энергетику. Да, ну в виде мыслей негативных, которые внутри рождаются, которых избавиться не можешь. То есть тараканы внутри забирают ваше внимание, на себя тянут. Тянут СМИ, средства массовой информации, тянет реклама, тянут корпорации, тянут больные люди, вампиры, которые нас окружают, которых уже нету мощности, чтобы тянуть и чтобы выживать самим, они ее щипают у других людей, более энергичных и так далее. И много каналов утечки вашего внимания, и соответственно туда же утекает наша энергия. Поэтому мы и живем не больше там сколько, 80-100 лет. Кто 100 проживет, тот счастливчик. И опять же умение набирать энергетику, умение работать с состояниями, это архиважно. Потому что если вы живете счастливо, вы живете в определенном состоянии счастья и удовлетворения. Если вы его теряете, вы теряете энергию, вы теряете мотивацию, и вы начинаете искать методы, как его вернуть обратно. Вы покупаете эти методы, вы покупаете то, покупаете все, вы ведетесь на что-то. Но чтобы вернуть это ощущение счастья, вы покупаете вещи, чтобы быть в этом состоянии счастья. Вы покупаете билеты в кино или там дорогие какие-то курсы для того, чтобы прийти к этому состоянию. Вы хотите жить богато для того, чтобы обеспечить свое состояние счастья и удовлетворения. Но изначально, если вы его не держите, то к вам и не приходят. Вы по резонансу этого не притянете. Изначально у вас зачатки, задатки и должны быть этих состояний. И вы должны знать, что это в вас, а не где-то извне происходят. Потому что если вы не пребываете в состоянии, в нужном состоянии, к вам придет какой-то ништяк из этого мира, вы этот ништяк по резонансу не удержите. Первое. Второе. Вам этот ништяк не принесет какого-то удовлетворения. Потому что вы сами внутри неудовлетворены. То есть для вас это будет просто мир холодных серых предметов. А для кого-то, у кого будет состояние более лучшее, более удовлетворенное, для этого человека будут возможности. То есть для кого-то мир – это угроза, для кого-то мир – это огромных возможностей. Поэтому состояние намерения – это возможность удерживать состояния, в которых вы хотите жить. И вам нужно уметь удерживать эти состояния длительное количество времени, несмотря на внешние факторы и обстоятельства. Потому что вас будет шатать, меня шатает, остальных шатает. Просто никто об этом не говорит. У всех красивый инстаграм, у всех красивые страницы в соцсетях. Все позиционируют себе красивую жизнь, но все херачат, честно. Просто кто-то об этом говорит, а кто-то об этом не говорит. Теперь. Надеюсь, по намерению вам понятно. Теперь энергетические практики. Методы повышения уровня энергетики и удержания повышенного уровня этой энергетики. И емкость энергетики – это важно. То есть, смотрите, емкость энергетики определяется вашей физиологией. То есть, если у вас тело здоровое, если ваше тело не зашлакованное, то вы можете делать практики по повышению энергетического своего состояния, и вы будете набирать большее количество энергии, чем были изначально. И если ваше тело, ваш каркас больно, если ваше тело заблокировано, то вы будете делать практики впустую, просто будете буксовать. Изначально емкость вашего потенциала, она определяется вашим здоровым телом, вашей физиологией. То есть, если какие-то есть проблемы с телом, то это нужно лечить тело, нужно заниматься спортом, увеличивать физическую силу. Тогда вы увеличите емкость, а уже энергетика накачивается через практики дыхания, либо через уровень самадхи – это выше уровень, чем дыхание. Для того, чтобы накачивать и забирать энергию через медитацию, через канал, что делаю я, это нужно обучиться и взять эту способность у мастера. Сами вы ее не наработаете. А вот через дыхание вы можете сами накачивать энергетику, жизненную силу, снимать блоки с тела, и тогда вы будете ее набирать. Набор энергетики – это первое дело. То есть, мне, например, несложно дать большое количество, ну, дать возможность набрать энергетики, повышенное количество энергетики. Там определенные группы лиц, да, вы пришли ко мне на тренинг, я вам дал практику, вы надышались, вы накачались энергетикой, у вас она повысилась, вам классно, вы нашли решение, у вас пошла пруха в жизни, но через неделю у вас это все сливается. Вот. Это несложно. Взять определенный уровень и повысить свой потенциал через практики дыхания – это легко. Гораздо сложнее, гораздо сложнее удержать повышенное количество энергетики, повышенный потенциал. Это гораздо сложнее сделать, честно. Потому что вы выходите в мир, и на вас опять накладывается куча требований, куча обязанностей, куча старых каких-то проблем, задач, которые забирают вашу накачанную энергетику. Для того, чтобы держать вот этот повышенный потенциал, нужно делать практики в двух направлениях. Это физические практики добавить, усилить занятия спортом, йогой, желательно хорошая статическая нагрузка или динамическая йога, аштанга. И заниматься дыхательными практиками. То есть, вот эти два направления нужно удерживать. И удерживать более активно, нежели, чем раньше. То есть, если вы занялись дыханием, то вам нужно заняться и физическими упражнениями в комплексе. Тогда вы будете держать энергетику на уровне выше. И она у вас не упадет. И в какой-то момент ваша энергетика закрепится на этом новом уровне. Но чтобы она закрепилась, честно вам скажу, нужно, чтобы прошло месяца два. Не 21 день, а месяца два. Я не читаю комментарии, друзья, поэтому так, чтобы не сбиваться, потом обсудим еще. Просто накидайте темы, я потом просмотрю. Итак, если емкость вашего физического тела мала, вы будете дышать до посинения, и у вас в жизни ничего не поменяется. Нужно повышать емкость. Как повышать емкость? Это, опять же, физическое тело, ваша физиология. Вы не должны бухать. У вас должно быть чистое здоровое питание. У вас должны быть регулярные физические тренировки. У вас должен быть здоровый сон. Желательно вставать до 6 утра. До 6 утра нужно будет вставать. Хотя бы раза 4 в неделю. И ложиться в 10. То есть, это физиология. То есть, хотя бы жить по ритму. Это очень важно. То есть, если вы живете не в ритме, вы не возьмете ту энергетику, которую вы берете через ритмы природные. Через дыхание, через медитации. Но если же, опять же, у вас нету вот этой способности набирать энергетику через канал. Теперь, физиология круто, все супер. Вы уже можете переходить к энергетике. Уже можете готовиться на работу с высокодуховными состояниями. Это самадхина. Берите в Википедии, погуглите, что такое это за состояние. Это не просветление, ребята. То есть, многие, ты почти бог и так далее. Нет. Эти состояния доступны вполне себе людям, которые живут в социуме. У меня есть уже больше, чем 10 учеников, которые взяли эту способность и успешно медитируют и работают с этими состояниями. Это факт, я это доказал, я могу это передать через медитации. Это нормально. То есть, не нужно думать, что нужно ехать куда-то в Индию, 25 лет учиться в каком-то храме буддистском. Тебя побреют на лосы, и ты только постигнешь там это состояние самадхи. Может быть. А-ля. Это состояние можно взять, и эту способность можно взять через мастера. Итак, емкость – это физиология. Это важно. Нет физиологии – все, до свидания. Идите заниматься спортом и налаживайте свое питание. Теперь. Путь мужчины, путь женщин. Это очень интересная практика, очень интересная тема. Пошел дождик или снег. Наконец-то весна только накатила, опять дождь пошел. Ладно. Я не удивлюсь, если завтра снег опять выпадет и будут сугробы по 5 метров. Ну ладно. Короче. Друзья, эту тему я не раскрывал. Я раскрывал только в узких кругах. Есть два пути. Если вы не понимаете вот этих вещей, то могут быть проблемы в отношениях. Причем проблем могут быть всю жизнь. Путь мужчины, путь женщины – это разные пути. Чтобы вы понимали. Если вы женщина, то у вас один путь. Если вы мужчина, то у вас другой путь. Если женщина начинает идти по пути мужчины, она становится мужчиной. И мужчинам она неинтересна. Сразу говорю. Так вот. Запишите одну вещь. Путь мужчины – это преодоление, экспансия и захват. В общем, одним словом, путь мужчины – это преодоление или преодолевание. Путь женщины – это адаптация и принятие. То есть, если у женщины есть какие-то сложности, она начинает их преодолевать сама, то она становится мужиком. Если женщина испытывает какие-то сложности, она адаптируется и она начинает принимать это, то окружающие ее мужчины подключаются к помощи. Потому что они видят, что женщина не справляется и они видят, что она принимает все то, что в мире происходит. Соответственно, к ней хочется подойти и что-то помочь ей сделать. А мужчина, он если начинает принимать, если он начинает адаптироваться, то он теряет свои мужские качества. То есть, это очень важный момент. То есть, просто вдумайтесь в эти понятия. Мужчины – преодолеваторы, условно говоря, а женщины – они принимают. Это важный момент. То есть, это нельзя путать ни в коем случае. Есть еще коннект по чакрам, по взаимодействию мужчин и женщин. Это, наверное, уже в другом видео запишу. Хотя сегодня было так достаточно плотно. Давайте, знаете, что мы сделаем? Напишите мне в директ, какие темы раскрыть, какие темы рассказать по видео. Потому что я, наверное, буду выпускать серию таких прямых эфиров. Они будут вот так. Я не буду переворачивать телефон вот так. Мне не нравится вот эта съемка, либо только в машине буду так снимать. Потом я это буду выкладывать в YouTube, на своем YouTube-канале. Ну вот и все, что хотел сказать. Приходите ко мне на дыхательные практики. Я вас научу, как через дыхание усиливать свою энергетику, как снимать блоки. Подписывайтесь на мой Telegram-канал, на YouTube-канал. И welcome – дышать. Потому что у меня уже достаточно много накопилось инструментов, реальных практик, которые можно делать в социуме, которые можно делать в городе. Эти практики реально работают, и они эффективны. Ну и будьте счастливы, держите высокодуховные и энергетические состояния. И будьте мастерами намерения. Подписывайтесь на канал, приезжайте на ретрит, приходите ко мне в Москве. Будем учиться дышать. Вы сможете освоить дыхательные практики для себя в целях изучения, в целях улучшения качества своей жизни. И до встречи на следующих видео. Пока. Спасибо за внимание. Продолжение следует...